здравствуйте жители ютуба и жители планеты земля с вами жанна из германии мой канал жанна гель номера и я делаю видео для плейлиста travel черта где рассказываю свои 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 рассказываю о опыте путешественника отелях в общем такие болтологические видео где я рассказываю свое мнение субъективное мнение в прошлом году до выступления нового года решили мы отдохнуть от тяжбы 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 которая свалилась на нас за два года ну так как времени и средств не так много для этого мы решили выбрать что за короткое и интересное так как моему мужу нужно было по работе узнать что такое вообще морское судно и лайнер круизный по работе да кстати будет надеюсь надеюсь будет революционные 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 изменения в корее как короба коробле строение и этому на нас способствует мой муж надеюсь посмотрим у меня такой человек упертый то что ставит если цель добивается вот пусть добивается пусть благо пусть будет благо для всех жителей земли его открытием но открытием и его открытием но там многие люди конечно способствует способ хотят хотят в общем хотят немцам облегчить вам жизнь облегчить перейдем круизу так как ну я им говорю был выбор между круизом по нилу египетским всем очень нравится и ксения сарчак была и рассказала что это замечательно и немцами общались с ним тоже понравилось и как бы египетский круиз он хорош именно вот на зиму ну потому что летом там плюс 50 дети с татуей стоят из корабей и вот эти вот в пустыне там делать нечего плюс 50 там будете перебегать от одной саду к другому в общем там пирамиды и вот это все такое и вот эта вот культура египетская древняя она конечно для зимы но я ему говорю что такое речное судно как-то ну надо ну тебе давай вот огромный круизный корабль посмотрим что это такое там были такие круизы знаешь по арабские эмираты но я сказал не хочу это связано с этой визой геморрой и вообще не люблю я страна где нужна виза там они говорят снимают сетчатку глаз что-то отпечатки пальцев но было это проездом пару раз до пару раз я была проездом в арабских эмиратах в общем видела с окна самолета ну я говорю давай так недалеко чтобы лететь было и тебе будет хорошо потому что ты устаешь в общем давай что-то поблизости ну сначала думали атлантика там канарские острова канарские острова пока мы думали в общем там все раскупили я говорю давай средиземное море возьмем средиземное море потому что говорю за такое за семь дней я увижу очень многое я говорю не видела прекрасной италии не видела испании я говорю я хочу посмотреть культуру и прекрасно много наслышана была по-моему я в италии что-то в северной италии там ничего такого замечательного не увидела там при при граничные какие-то городки которые по-моему даже были раньше немецкими в общем там и не сказала что там что-то такое супер попер и красота ну такой на немецкую провинцию хотя природа была там красивой и он такой давай говорит ты где-то не видела я тогда все видел вот у меня все он-то у меня все увидел у меня эту италию и он испанию всю европу это видела поэтому он мне не любитель есть по европе потому что по работе все это обидит и все это знает и знает менталитет и французов и испанцев и итальянцев это италия да конечно италия прекрасная страна за какой-то камешек они просят постоянно деньги говорят типа я хотел там пизу снять мы подбежали и сказали хочешь пизу снять падающую башню вот не вру сказал огонь правду значит плати деньги он сказал еще падающую башню я не платил деньги идите нафиг почему ушел разумился ушел но как бы знает менталитет итальянцев и он как бы намучился с ними по работе и он как бы не любитель любитель искусства вот этого цивилизации что дают итальянцы прекрасная одежда хорошо не кладут плитку и очень прекрасно они разбираются по моему лучше всех но вот мне нравится мой вот этот вот как он говорит театр штук типа они так устраивают постоянно сцены эмоционально подусталом в общем я его говорила говорю хочу посмотреть мое мнение раз жизни съездите в круиз морской морской обязательно потому что надо попробовать это мой совет не бойтесь морской болезни я скажу вам конкретно у вас не будет морской болезни что нужно для этого делать не смотрите вы на воду что там булькает мулькает вы должны смотреть на горизонт вот линия горизонта есть 8 увидели линию горизонта и вот на нее смотрите и все у вас морской болезни не будет у меня совет дал мой учитель по дайвингу никифр когда у меня мутило египте на яхте он говорит смотри на линию горизонта тебя не будет мутить не нужны будут никакие те таблетки но дают таблетки кстати на ресепшен от морской болезни я так поняла по-моему бесплатно так выбор кабины так как муж у меня попробовал один раз специально понять что такое кабина внутри без окна он был в роттердаме и есть там в роттердаме отель это на корабле очень старый корабль и круизный по моему поставили на причал и там сделали гостиницу и он взял номер без окна ну просто четыре стены глухие не знаю то ли попробовать то ли там не было не было с окнами не знаю что там как там но он сказал я не мог уснуть не мог уснуть вообще не мог уснуть и не за какие деньги я не поселюсь в кабину без окна я говорю давай попробуем короткий срок значит кабину с окном и мое мнение ну может быть вы вытерпите семь дней кабине с окном возможно можно если там вас куча детей и вы запихнете их там вот например вот кабине без окна там дети в основном были кстати им по барабану они там набегаются на корабле на скачутся пришли и рухнули какое окно кого чего не надо вот в основном детишки то и жили да вот возможно и с окном подойдет еще и детишкам но второй раз я ни за что не возьму я кабину с окном потому что окно то не открывается свежего воздуха не поступает там не воняет но самый факт что нету свежего воздуха чтобы не можете проветрить помещение вас как это напрягает и у меня там снились плохие сны я не расскажу других дорогого видео будет здесь про сны какие мне сны часто снятся таких в отелях и как с этим бороться так что вот мой вывод если у вас есть возможность не берите ни кабину без окон ни кабину с окном берите обязательно с балкона потому что вы можете проветрить проветрить помещение номера идеальной чистоты филиппинцы я я так дома не мою как они моют каждый день они моют как будто вот мой номер перед другими другими новыми постояльцами каждый день они очень идеально все моют потом я уже узнала почему ты так разговаривала с девушкой значит с украины она сказала да да ты что говорит ну она там тоже натирала натирала в баре так натирается она говорит ты что говорит не дай бог где-то плесень или что это же по всему кораблю разнесется но это реально так они там моют эти филиппинцами тряпками натирают все вот эти вот эти кондиционеры все натирают вы просто будете вот наблюдать их как они работают они очень 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 хорошо все моют и чистят и поставят там никакой плесень там никакого грибка там идеальная чистота такое чувство как будто вот корабль вот только что построена они очень хорошо все там чистят это по поводу санитарей гигиена ну в общем немцы они такие фанаты санитарей гигиены там чисто там очень чисто там а еда какая прекрасная ну в общем я так понимаю это как бы четырехзвездочная как бы отель но если корабль да но еда там в принципе да на четыре звезды потому что я была пятизвездочной в кимпинске якобы разницу знаю кимпинске кимпинске на завтрак с утра икра шампанское так что там и крыша шампанского не было поэтому говорю да чуть пониже но какое превосходное качество еды какой это просто фантастика вы даже вот такого качества еды можете не встретить германии у меня муж много путешествует он много у меня по ресторанам ходит по работе там накормить его кормят там т.д. и то он был просто поражен мы ходили в ресторан немецкий там пиво сами они делают кстати на постановке стоят и было недорого кстати было по 17 евро туда входил стакан вина десерт значит тарелка гусь и что там запечено яблоко капусточка что-то такое это превосходного качества это было так вкусно это я вам точно говорю вот германия такое не ела хотя была в баварии вроде они плохо готовят вот там такого нет у меня муж прямо аж сказал скажите вот повару что он просто превосходно готовит что это просто фантастика как он готовит мы еще конечно заказывали еще один ужин в ресторане синий по-моему называется там по-моему 50 евро на человека по признанию вот мы общались с одной парой они сказали это просто фантастика такой ужин в германии стоит на человека 100 с лишним там 50 и это просто превосходно но так как мы поехали ватиканом отказались от ужина разбронировали и не попробовали шедевры немецкой кулинарии там повара немцы одним ну шеф повара так по поводу гигиены когда уходите на корабль там спиртиком ручки моете перед входом в каждый ресторан ручки моете так что хочу сказать заразы из корабля вы не принесете вы наоборот туда только можете занести и перед тем как вы попадаете на корабль и вы пишете распитом лист дают и вы указываете болели не болели что там траляля с сэбулой вы общались не общались с сэбулой были ли вас контакты следят за обстановкой так что это вы заразу занесете не корабль вас чем-то заразит потому что там идеальная чистота чистят чистят мой кухня превосходная просто ах как там и папайя мы были на сицилия и там как бы кактусы вот эти фрукты кактусов в этот же день кактусы были фрукты кактусов вкусняшка и были как они называются ну такие деликатесы как же она называется забыла ну спаржа была артишок вот вспомнил артишоки были свежайшие спаржа была муж потолстел на 5 килограмм я потолстела на пол килограмма ну это допирала место тортиков на папайку папая арбузы ананас арбузы фруктов много вегетарианцы езжайте там вегетарианцам тоже готовят супы вкусные так все вкусно хочу еще что еще да кстати очень выгодно брать заранее на сайте покупаете алкогольную карту по-моему там то ли 10 процентов то ли 3 процента не знаю но чем вам обойдется дешевле но 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 если у вас останутся деньги и вы захотите купить там бутылку вина вам не продадут на эту алкогольную карту она не действует эта карта в ресторанде все обедают но действует в таких ресторанах с меню потому что я думала я сейчас заплачу куплю там я так как я болела простудным заболеванием я пила ликер на травках и я говорю вот карточка расплатится он говорит нет типа у нас в таком общественном ресторане эту карточку мы не принимаем к обслуживанию а так эта карта во всех барах ресторанах по меню она действовала и в общем муж не знал вот эту всю систему я говорю зачем такую огромную сумму заказал он думал что чай кофе там вода в ресторане все за это платить за это ничего не надо платить в ресторане общественном я имею ввиду там и чай и кофе вы там все себе сделаете кофе там имеется порошковая вы себе набодяжите чая огромная чайнотека огромная прекрасные чаи в пакетиках и вот эти травки муравки вино дают тоже на ужин оно входит стоимость вино превосходное белое и красное по выбору вода тоже входит стоимость поэтому я считаю что это получается недорого такой уровень обслуживания в египте конечно найдете вино в египте кошмар кошмар ужас ужас помойка помойкой которую вам дают там all inclusive да здесь же вино хорошего качества я хочу сказать оно хорошего качества оно не превосходного качества но оно хорошее это не помойка это не уксус это не кака вот и вот поэтому мой муж и карту заказал на 180 евро и мне приходилось пить коктейли ну зато я познакомилась с замечательной девчонкой там мы с ней общались да русскоязычных была одна фамилия по-моему из России четыре трое человек и она как она сказала русскоязычная немка ну как это в их переселен и я и она с Украины с русскими я не общалась потому что мне там женщина показала что моя учительница будет у меня хорошо в жизни учить но она такая культурная семья была они постоянно на всех экскурсиях ездили в общем все экскурсии я смотрю а они все там с нами в автобусе так что видео получилось длинным заканчиваю сделаю еще одно видео посмотрю это что я тут наболтала и сделаю следующее видео потому что расскажу вам там побольше не буду томить вас двадцати минут мы видим до свидания дорогие оставайтесь со мной подписывайтесь на мой канал будет много чего интересного расскажу там и поездки Мексико и в Артанию и куда где только я не была в общем-то была везде полно буду в настроении все это рассказать даже надо настроение 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 рассказывать я так вот было и оно мою даму он родился что кто видит все и